на улице не жарко взяла ведерко пойду немножко сорву все-таки вишни посижу по краю все знаю она не червивая в общем поработаю чуть-чуть почему так вот вот так вот и рвется замечательно без веточек хотя веточки очень полезны но есть насушила я уже рассказывала что часть веточек очень полезен с плодоножек так сказать ему и рвется просто замечательно поэтому на рву чуть-чуть пойду на рву полузаю потом если что еще по многу не буду так по чуть-чуть в общем буду работать девочки буду работать ой какая прелесть у ее так хорошо рвать она не высоко гляньте он прямо жменьями замечательно все поработаю чуть-чуть какая красивая мне так она нравится я не знаю почему она так выглядит красиво ну что нарвала почти ведерко еще ей богато два часа да палыч а я наверное ее просто посушу она меленькая наверное я лузать не буду собака лая ничего не чуть да на солнце не я ее в это сушилку сейчас попробую ну сейчас влажно сейчас такого солнца нема оно не будет сохнуть оно после дождя влажно ну шо пойду решила я наверно надо павлович любит вареники свишни надо его благодарить сварить вареника я пирожки когда делала то я угощала его но он любит вареники мои не едят так я их и не готовила надо специально для павловича приготовить моя маруся в траве лежит да марусечка а я сейчас ее просто в это сушилку сейчас эту вишню не буду я морочить голову с ней она мелкая вот не буду сделаю просто просто посушу просто посушу шо сполоснула ее чуть-чуть просушила сейчас просто разложу ее она меленькая не буду я колдобаситься с ней на как раньше вообще такую на солнце сушили мешками мама рассказывала говорит задание ей давала ее мама бабушка моя она на работу а мама должна к же до обеда нарвать два ведра вишни к же она раньше так родила вот эта вишня к же горстями прямо к же к же быстро раз раз и ведро готово вот так что я посушу ее тоже потом будет видно и на компот ее будет можно или еще куда-то ну компоты у меня не сильно любят но пусть она будет чем не будет правильно правильно как раз хорошо сейчас в один слой и так сложу вот и поставлю буду сушить вот так вот убрала свои цветочки у меня такой какие еще сушились есть еще там и пустырник есть можно и подорожника можно насушить чтобы можно и не покупать нигде есть все это и там опять ромашка чуть-чуть подрацвела я немного насушила сейчас я вот это выложу если не хватит на одну сушилку то пойду дорогу на если хватит то не пойду логично логично это малина он видите стоит в банках видите как отличается малина сейчас я вам покажу вот это вот чисто желтая а это вот с добавлением не красный ведь это как мед такая янтарная а это чуть-чуть с малиновым оттенком и там практически красные малины там совсем чуть-чуть было мужа мужа даже не было пол это пол пол витровой баночки может стакана даже не было а цвет все равно дала так в общем и так сейчас положу заполню все ячейки и пусть сушится а шо и пусть сушится как красиво да она мне так нравится это такая аккуратненько такая аккуратненько ой что-то тут я так надо переставить тут плохо тут эти мешает сейчас переставлю все буду дальше заполнять просто угадала то что надо такое прямо тетелька в тетельку не зря все информация в там работала тетелька в тетельку попа все где крышка у я тут что-то еще есть не надо тут у нас там и закроем это мы включим по все поехала все часа два отключу потом еще на 2 а потом уже завтра буду досушивать в общем я молодец кто молодец конечно я кто у них их ведерка пустое все не обращайте внимание это будет сушилка надо ее поставить на этом году со и ставили надо наверное опять ее поставить сарай такой у нас там сарай тоже там продукты кое-какие бывают у нас так что я хотела сказать почитала комментарии девочки в первом видео сегодняшнему просили показать марку морозильной камере но такая я не знаю хорошая плохая китай вот такие у нее параметры можете и сша нажать на паузу посмотреть мы покупали ее за 12000 гривен а сегодня посмотрели уже 12500 так что кто хочет поспешите все позже все эти ногти страшные от этих от вишень темные так что поспешите кому нужна морозилка сейчас такое время что наверное многим нужно не знаю хорошая плохая китайская сказали начинка для всех одинаковая гарантия три года то не знаю я уже там заполнила три ячейки вот вроде как бы удобно нормально не знаю мне мне пока все нравится как будет дальше я не знаю в общем поняли да такая инструкция куда еще тут я не знаю что вам еще показать еще что-то надо не знаю но это вот дублирует вот это же я показывала обыкновенно какие-то воронки чек вон 11 999 и считает 270 за доставку что сделаешь в общем вот так ну вот еще один день подходит концу сегодня воскресенье вот у нас слава богу все хорошо сейчас пойду он пощипаю малинки за место ужина есть сегодня по всей украине очень много было запущено ракет очень много разрушений есть жертвы нас криво врагу пока слава богу но на душе неспокойно даст бог все будет хорошо всем терпение все равно буду всем желать только всего самого хорошего слова прекрасного даст бог ночь будет тихой спокойной и все будет хорошо все буду украина все до побачения до свидания всем до завтра ну и